здравствуйте подключайтесь на мой прямой эфир альбина я жду вот посмотрите а сейчас что сейчас тебя видно хорошо видно близко видно если чуть-чуть на миллиметр назад отодвинь вот даже все лицо будет видно хорошо получают уведомление да я тебя немного проинструктирую все-таки тебе нужно будет сохранить этот эфир и поделиться ему ладно чтобы он на твоем аккаунте повисел хотя бы сутки я не могу это сделать потому что я нахожусь как видишь на другом конце я не специально нет это техника диктует нам диктует условия здравствуйте всего и спасибо такие комплименты прекрасные мы с тобой вообще отлично конечно конечно рады приветствовать всех я отсюда снизу буду эфир на правах гости эфира беру все равно возможность интервьюировать в свои руки потому что мы обозначали сегодняшний эфир для участников моей команды для гостей моего аккаунта для моей аудитории поэтому давайте знакомиться я вам представляю ольгу николаевну григорян который сегодня будет говорить о долголетии красоте правильном питании да и о здоровье мы не говорим о болезнях мы говорим о здоровье рада что у нас получается уже второй эфир за неделю ты знаешь обратную связь собирала людям очень близко то как ты доносишь свои мысли как однозначно ты даешь рекомендации насколько профессионально ты в том что ты что ты пропагандируешь да много лет не остался без внимания вопрос секса тоже хорошо что ты сказал что 85 лет два раза в неделю здоровый человек должен заниматься сексом они это показали своим мужьям а некоторые женам и поэтому ты теперь дважды в фаворе понимаешь что есть люди которые настаивают на этом что это для здоровья все давай бежим тогда по вопросам скажите пожалуйста давайте так что является залогом красоты и здоровья для человека конечно я когда говорю человек подразумевая женщина хоть для женщины мужчины может не обязательно быть красивым давай что такое красота это не только внешняя оболочка тем более это у нас у каждого свои понятия о красивом внешнем виде человек должен выглядеть достойно в плане ухоженно должен иметь хорошую физическую форму он должен выглядеть здоровым у него должны быть светлые глаза откуда это идет идет это из образования мы учим своих детей следить за своим здоровьем самых первых практически месяцев жизни да мы учим ребенка что хорошо что плохо все навыки гигиены и параллельно с этим мы сами лично подаем этим пример как мы питаемся как мы к себе относимся какой образ жизни мы ведем но по сути такой как бы основой биологической основой нашего здоровья естественно является наш генотип то есть в каком состоянии наши клетки в каком состоянии наши гены это тот набор всех функций здоровья которые содержатся в хромосомах это не только половые клетки которые позволяют нам иметь потомство а это вообще набор хромосом каждой клеточки который нам дается при рождении а вот как мы с ним обращаемся это уже зависит от наших знаний от нашего образа жизни от понимания того что надо делать а что надо делать надо в первую очередь соблюдать все правила гигиенические правила здоровья надо правильно питаться надо давать в этом питание все важные элементы о которых мы сегодня поговорим и знать что мы должны знать мы должны знать что ген гены это наша матрица долголетия наша матрица до здоровья какие мы будем на протяжении всей своей жизни приобретать болезни это еще зависит от того как себя чувствуют наши хромосомы я пыталась и пытаюсь всегда рассказать аудитории о том какие сегодня есть современные методы определения здоровья у человека так вот хочу напомнить если вы не услышали или еще пока как бы я до вас не достучалась почитайте современные книги научные книги они есть даже в популярном изложении книги от теломера теломеры это очень важные участки хромосом каждой клетки они есть это как вот ногти на наших руках это кончики хромосом которые в течение своей нашей жизни потихонечку укорачиваются и чем быстрее они уменьшаются тем скорее заканчивается наша ну уменьшается продолжительность жизни в 2010 году английский ученый женщина получила за эту работу нобелевскую премию и ее обширные научные данные говорили о том что на длительное вернее на величину этих теломер что влияет влияет в первую очередь как часто мы болеем то есть имеем ли мы хронические болезни организм болеет значит он закисляется об этом и тоже очень часто говорили значит нужно бороться с тем чтобы предупреждать различные заболевания или их обострения первая позиция вторая позиция как мы получаем удовольствие от жизни а удовольствие это в общем то борьба со стрессом если мы выходим из этой ситуации достойно мы ищем позитивные моменты жизни мы получаем ну как бы кайф да часто это может быть от всего но мы должны быть как бы в согласии сами с собой не не ссориться не ругаться не злиться не мстить никому не досаждать не ходить не желает поругайся но потом помирись но есть еще не только внутри семейная ситуация есть еще и какие-то на работе с соседями с детьми с родителями вот эта злость она очень укорачивает наши теломеры то есть на злость и дискомфорт влияет на наши клетки на наших хромосом это правильного теломеры верно написала губина вот эти стрессы это второе третье питание питание сегодня будем говорить целый час о питании позиция мы должны каждую клетку обеспечить белком и все мои десять лет работы с консультантами с приглашенными в орифлейм людьми это моя вот это как проповедь я как тот священник который каждый раз начинаю от какого-то от алтаря это белки белки животные растительные мы эти продукты имеем институт питания швеции согласии с нашим институтом питания россии имеет одну и ту же установку что без белков без большого набора полноценного набора аминокислот это животные белки обязательно растительные белки хорошей доступной форме а вот например вот эти сухие формы в виде сухих сухого и коктейли это стопроцентная биологическая доступность этих пищевых веществ без этого мы не сохраним полноценность клетки а значит вот здесь форма усвояемая форма ты имеешь ввиду стопроцентно замечательная усвояемая да как мы говорим про витамины хилатная форма витаминов то есть высоко доступная то же самое и белки есть такая форма которая стопроцентно усваивается мы можем съедать большое количество животного белка это мясо курица рыбы грибы все почему-то считают что это полезный белковый продукт он не усваивается мы едим и работаем извините на унитаз да грубо будет говорить но что понимал понимали люди мы можем много съесть а что получит клетка тем более клетка которая допустим на протяжении многих лет недополучала или уже мембрана этой клетки за сорилась и мы не можем в эту клетку впустить пищевые вещества значит клетка страдает что такое страдает а это вот те самые теломеры укорачиваются а какой процент усвоения из пищи например белка 60 процентов но к разным продуктам по разному почему мы говорим есть хорошо усвояемые белки и не очень хорошо рыба лучше усваивается белки молока лучше усваивается белки яйца лучше усваивается чем белки мясо 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 тоже разные бобовые бобовые сложно усваивается там трудно для расщепления пищевыми веществами белок что значит усваивается я думаю что если кто-то забыл я бы я к этому и веду очень часто были вопросы особенно в начале когда только эти коктейли мы в клинике испытали и выпустили с хорошим заключением именно по усвояемости этих белков то есть мы съели и через полчаса эти белки обнаруживаются в крови в каком количестве почти на сто процентов они проваливаются в крови дальше разносятся по всему организму и транспортными белками тоже белки тоже откуда-то надо брать белок не имея не откладывается про запас белок всегда поступает только из пищи поэтому люди дефицитны в первую очередь по белку по жирам есть запасы подкожно-жировой ткани и висцеральном жире по углеводам есть запасы в виде запасов гликогена в мышцах печени и так дальше по белкам нет запасов есть только истинные мышцы которые мы не имеем права свидать это давайте оставим на случай каких-то не знаю землетрясений жутких ситуаций когда мы будем долго голодать и будем потреблять свои мышцы а так белок должен каждый день поступать в организм но он может поступать в тяжелой как мы говорим врачи плохо усвояемой форме вот согласитесь посмотрите на своих престарелых родственников или людей после операции вы не дадите человеку которому удалили кишечник или желудок или допустим там кусок печени или онкологическим больным когда поражены клетки желудочно-кишечного тракта вы не будете давать жареное мясо маринованное мясо почему человек во первых будет плохо себя чувствовать во вторых он устанет от этой еды а что такое усталость усталость от еды мы все наверное это в новый год испытываем когда едим неположенное время и не то что нужно разбитые мы усталые мы нетрудоспособные это называется что наша клетка в принципе голодать полетом а вы можете на время на время диалога нашего пока отключить комментарии умеешь ты это делать а мне не мешает пусть они тут я как-то ориентируюсь уже ты читаешь отвлекаешься хорошо я могу пожалуйста я выключила вот пожалуйста а потом включишь когда надо будет на вопросы отвечать а то у меня везде буквы везде что такое что такое голодная клетка это клетка которая недополучила пищевых веществ она как откуда клеточка возьмет эти пищевые вещества если они не через мембрану клетки не пролезут или молекулы большие белковые они не влезают в эти поры в клеточной мембране или эта мембрана зажирилась то тем самым жиром который мы съедаем вместе с животным белком в простых продуктах поэтому такие передовые ученые а шведские ученые достичь стены он не только шведский это ученые мирового значения он задумался о том как ему восстанавливать людей после тяжеленных операций трансплантации сердца это ведущий мировой кардиолог очень известный и его работы в плане поиска методов восстановления своих больных он сделал прекрасную операцию а люди умирают потому что они не кормят свои клетки не заживают раны не сходятся рубцы не приживаются пересаженные органы почему-то потому что они не получают питание и речь вышла в том чтобы создать формулу такую формулу питания из естественных продуктов не из химических добавок то чем раньше в общем то да и сейчас часто кормят ставят капельницы с глюкозой это химические ставят капельницы с аминокислотами капельницы с жирными кислотами но это все химические соединения пища должна поступать не через вену а пища должна поступать через желудочно-кишечный трак тогда вся система работает микрофлора транспортные белки иммунная система пристеночная кишечника и дальше и дальше это все еще клетка должна это все всосать и вот современные технологии уже позволили а шведы в этом плане немножко нас опередили хотя в советском союзе были уже гидролизаты были эти сухие смеси и на этих сухих смесях мы все знаем и я своих детей растила смесь малышка малютка да которыми мы сухие смеси для прикорма детей если нет грудного молока это тоже такие же адаптированные смеси расщепленные белки то есть наука в этом плане работала но просто сейчас появились технологии чтобы создать во первых соединить несколько продуктов посчитать правильный процент соотношения по этим белкам разным и создать оптимальную формулу питания высоко полноценные белки это белки молока молочной сыворотки и яйца дальше идут белки рыбы а потом только белки мяса понимаете вот полноценность какая стопроцентная усвояемость белки молока яйца а потом только рыбы мясо и так дальше и бабу вот в этом в общем-то ноу-хау ноу-хау шведов который очень соотносится с нашей позиции в россии нашего института проверено 200 тысяч раз перепроверено я вас уверяю и с полной ответственности об этом говорю а я думаю что нужно доверять все таки людям которые имеют определенный авторитет своей области и спорить бесполезно потому что нам так кажется ученые сказали ученые во всем мире имеют вес ну давайте в нашей россии давайте будем тоже как бы развивать культуру доверия ученым своим но не может быть чтобы просто была там моя говорящая голова как какие-то там сведения которые там придумала сидел сейчас на карантине это многолетние десятилетние если не больше наработки по белкам по витаминам по омеге по очень многим веществам которые имеют за собой очень большую доказательную базу и поверьте мне что это сто раз перепроверяется не только вами а это перепроверяется тоже очень серьезными учеными которые все наши научные результаты перепроверяют у себя в аппаратуре если бы мы где-то схитрили то мы бы уже поимели бы большой дискредитация своего имени в науке это в общем-то дорогого стоит так что то что мы сейчас имеем в наличии высоко усвояемые стопроцентно усвояемые белки в виде коктейлей животных белков там есть 30 процентов растительного белка это именно для того чтобы те кто не получает растительный белок силу разных причин могли бы все-таки себя обеспечивать еще теми аминокислотами которые есть например в бобовых это очень нужная нам аминокислоты а расскажи здесь про состав белков вот я к этому и подвожу я как раз и говорю что в составе коктейлей 30 процентов бобовых за счет зеленого горошка там есть такие вещества которые влияют именно на нашу иммунную сферу они нам нужны для того чтобы у нас наша иммунная система работала замечательно вот в свете сегодняшних данных да вот это именно те самые теломеры которые будут хорошо себя восстанавливать их можно даже удлинить вот человек болеет тяжело и какие-то стрессовые ситуации биологические числе сбились климат поменяли неприятности какие-то много всего да много есть факторов которые влияют на наше здоровье но как только это все с этим человек справляется и получает определенное адекватное питание клетки клетка успевает восстановиться и эти генетические участки начинают удлиняться поэтому нельзя говорить что в общем то мы обречены вот у нас эти хромосомы ссыхаются да как бы замыливаются и мы вот наша жизнь заканчивается оказывается нет это можно в общем то на это можно повлиять я не могу сказать что мы станем бессмертными однозначно нет но все-таки лишние там 10 лет мы себе подарим поэтому вот эта формула коктейли которая первая пришла к нам в россию мы ее в клинике испытывали изучали состояние здоровья у наших пациентов тогда мы это применяли для снижения веса дальше изучая состав более подробно и нам это позволяло как бы наше научное слое что ли интерес мы увидели большее значение чем даже сначала мы думали придавая этим продуктом направление только снизить массу тела хотя без белка снижать вес практически невозможно это неправильно а увидели что это годится при сахарном диабете мы увидели что это возможно даже при подагре вот здесь вопросы идут можно ли при подагре как бы уповая на то что нельзя бобовые в данном случае возможно возможно но если конечно подагра тяжелая и вы точно знаете что обострение допустим приступа подагрического то есть боли в суставах у вас напрямую связано с коктейлем то это ваша индивидуальная реакция конечно когда не нужно будет эти препараты вводить но большинству это не противопоказано можно уменьшить дозу потому что пользы больше чем вреда а если такие частые приступы подагры то это вам любой продукт может вызвать это обострение потому что белок белок животные это в общем то любая любом случае нагрузка на пуриновый обмен тогда надо принимать специальные препараты хотя вот тут жалобу и но коктейли это животный белок преимущественно всего 30 процентов растительного белка но одним животным белком мы не можем насытиться и есть люди вегетарианцы есть веганцы хотя я к этому очень осторожно отношусь и я вас только еще раз призываю не привлекать веганство детей пусть они вырастут это знаете как крещение все таки как как то делает очень часто это родители это воля родителей или там бабушек вместе с родителями вот но возможно это надо оставить на решение самого человека он вырастет и примет сам свое решение надо ему какая вера а то получается что там потом люди женятся меняют свою веру и лишние как бы сложности точно так же здесь и веганске вообще в образе питания пусть ребенок вырастет без животного белка он не вырастет равноценно а он должен все-таки стать мужчиной или женщиной должен иметь склонность к размножению то есть родить детей это зависит от того сколько белка и какого вы получаете нужно получать хороший белок и что в котором присутствует наибольший перечень аминокислот они есть заменимые они есть незаменимые и вот эта формула которая представлена в коктейле они друг друга дополняют то чего нет в животном белке дополнена белками растительными дальше для того чтобы как бы ублажить вегетарианцев чтобы для того чтобы 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 я не сидела вот так баночкой мы закончим с коктейлем все таки здесь ну я как бы не сиди с баночками не надо непонятно вновь присоединившиеся люди не понимают о чем мы говорим я хочу отсюда перейти сюда с другой баночкой сидеть а ты вместе поставь вместе не надо разделять я как раз я как раз вот так можно я думаю я думаю животного белка и одна треть растительного белка и без глютена и две порции коктейля выпитые в день полностью покрывает вам суточную норму незаменимых аминокислот в двух портах коктейля есть полностью суточная норма незаменимых белков причем легко усвояемой формы правильно я поняла мы удлиняем теломеры влияя на продолжение жизни правильно я поняла теломеры хвостики какого-то генетического кода цепочки днк почитайте очень очень интересная книжка и там в общем то все и про белки и про омегу простоксантин все это уйдете потому что это укладывается в современной теории здоровья и долголетия и красоты естественно это убираю убираю приходит другое когда вы не можете получать только сладкие полноценные белки вам приходят вот такие на помощь горячий суп он бывает это не это не замена и это не исключает не исключает животных белков потому что но в какой-то день вы не можете выпить коктейли надоело человек хочет человек хочет котлетку или кусочек жареного мяса или парового или в общем то и вообще нельзя людей отучать не жевать а это все-таки жидкие продукты это удовольствие не совсем получим надо все совмещать я лично рекомендую все совмещать пожалуйста вы первый и последний прием пищи а пищи мы должны принимать каждые два два с половиной часа для того чтобы ритмично работали все органы пищеварения желчный пузырь открывается на прием пищи поджелудочная железа выбрасывает свои соки и ферменты на прием пищи будете голодать все будет в разнобой и в конечном счете вы машине мотор отлаживаете заливаете бензин постепенно воду что-то там делаете прогреваете в организме еще сложнее и еще более важно это машину можно поменять а жизнь свою мы заново не переродим я правильно понимаю что диеты которые сейчас предполагают кушать там 24 на сколько-то там утром и вечером только с каким интервальное голодание не подходит значит это старое это все это все забытое это все уже было и в общем то это укладывается во всю диетологию и в теории здоровья долголетия что у нас желудочно-кишечный тракт должен отдыхать мы должны кушать течение 80 часов не больше а дальше ночью есть нельзя или вообще в любом случае сейчас вот в этом интервальном голодании самые большие такие вот подводные камни когда говорят что все равно в какое время суток вы едите то есть можете в три часа ночи есть два часа ночи только потом уже до вечера не ешьте я не считаю что это правильно мы все-таки биологические особи заточены на световой день в своем регионе поэтому пожалуйста не делайте серьезных ошибок потому что вы не сразу это заметите а потом забудете чем было связано нарушение вашего здоровья ваше там плохое самочувствие или появление каких-то болезней не надо как бы мы это не называли интервальным голоданием там экстремальным еще так дальше вы должны есть пять-шесть раз в день принимать пищу и чай с молоком это тоже видит а я как можно ближе хочу чтобы ты меня услышала я тебя вижу и слышу все хорошо ладно значит к чему мы давай не будем идти вот про любовь нашу убираем давай про суд да я про суд как раз вот ты говорю ты меня перебиваешь к тому что мы съели вот сейчас что ты делаешь слушай значит к тому что мы начали и завершили день коктейлем то есть белком это является правильно если то есть если вы все-таки два раза в день не хотите коктейль принимать или считаете какие-то там еще объяснение этому даете материальные или вкусовые привычки то делайте это обязательно вечером мы вечером должны восполнять свои белые свой белковый скор как мы говорим аминокислотный набор в организме должен быть чтобы он за ночь встроился во все клетки то что мы съели в клетку поступит только через пять шесть восемь часов то есть мы к утру восполняем дефицит в клетках и наша клетка снова начинает скупать новый день в новую жизнь которую мы должны течение дня сделать поэтому белковый вечерний прием коктейля это стопроцентная обязаловка давайте тогда говоримся а суп мы делаем в течение дня течение дня хотите с утра начинаете хотите не пейте суп и закусывайте коктейля очень часто у меня в жизни бывают такие ситуации когда тоже хочу сладкого я такая же как и вы эмоциональный человек и мне хочется чего-нибудь сладкого я понимаю что много этого нельзя я тогда начинаю десерты заменять на прием коктейля я могу сделать этот коктейль оставить его шейкере и течение там дня закусив еду какими-то там пару глотков этого коктейля выпить не надо вот так вот строго очень себя какие-то рамки загонять просто в течение дня а лучше ближе к вечеру или завершение обеда вместо пирожного или там взбитых сливок или что вы там любите конфетка всегда хочется после обеда сладкого я знаю это по себе знаю по своим пациентам вот переедите возможно там взять сухофрукты какие-то и сделать два-три глотка коктейля я вас уверяю настроение улучшится однозначно вы себя удовлетворили а для нас для женщин вообще само удовлетворение это колоссальная по моему колоссальный повод себя любить правда это первое второе можно с этим коктейлем делать в большие десерты с ягодами у меня есть знакомая директор в волгограде зайцева танчика которая открыла кондитерскую делает конфеты из этого как бы сырья очень вкусно и пользуется спросом такая мини кондитерская частная поэтому кто-то печет но я не сторонник того чтобы на это уговаривать но мы добавляем и делаем мастины вместо муки кладем у меня дети кладут в коктейли коктейли не приспособлены к тому чтобы термически обрабатывать если сырые десерты пожалуйста делать что угодно а для того чтобы ввести белки животные вот сейчас для этого и сделали новую смесь которую ты не показываешь который белковый протеиновый протеиновая смесь который без вкуса который можно добавлять и в горячие блюда и в ступы и в каши и это очень помогает тем людям которым надоедает сладкий вкус а животные белок у нас отдать надо как бы должное арифлейм институту питания арифлейм что они именно и это тоже учли потому что на самом деле вкусы приедаются а белок вводить нужно поэтому сделали вот этот белковый композит с теми же самыми ингредиентами но которые можно нагревать пожалуйста хорошо что ты посетила сегодняшний мой семинар не говори мы закончили с белком помню если будут вопросы тогда мы еще раз к этому вернемся дальше дальше помимо белков какие есть так называемые социальные необходимые вещи которые являются трендами уже даже не трендами это уже законы законы здоровья законы введения определенных пищевых веществ для того чтобы долго быть здоровым для того чтобы подходя к пенсионному возрасту в киеве хороших кожи зубы на месте волосы ногти и много всего другого что это такое в первую очередь витамины минеральные вещества это уже известно два столетия и я думаю что это весь мир уже знает самые бедные страны я была два года назад в мексике бедная страна 96 процентов бедных бедников и 4 процента очень богатых безумно богатых людей хотя у них прекрасные ископаемые хотя у них история колоссально интересная эти пирамиды майя история майя очень интересная страна но даже эти пятники они получают и социальные витамины и что-то там сами пытаются купить они тоже пьют витамины потому что даже бедные люди за границей узнали что надо меньше болеть потому что очень дорогая медицина значит это о чем говорит о том что уже народ знает что чтобы меньше болеть нужно себя профилактировать профилактировать это значит надо начинать когда ты еще здоров не лечить себя когда ты заболела когда ты не хочешь болеть и ты это понимаешь поэтому а витамин это известно восемнадцатого века ну просто в нашей стране долгое время все таки делали терапию витаминную осень и весна когда витаминоз да и поэтому ты знаешь у нас в нашей стране были раз разные были периоды ты немножко моложе меня ты мне в дочке гонишься а когда я была маленькая нам принудительно давали рыбий жир и в школах нам раздавали оба себе витаминки желтенькие конфет было мало в советском союзе тем более 50-е годы да мое детство а вот витаминки мы там воровали и ели безумными количествами эти дрожжи кругленькие такие конфетки и потом писали вообще оранжевой мочой потому что мы переедали группу б мы тоже и все соседи знали что ты пьешь витамины потому что пахло витаминной пахло и на весь дом да да ну вот в советском союзе это были определенные стандарты и в школах и ну во всех этих организованных структурах что ли так скажем да всегда давали детям принудительно потому что не в каждой семье были и деньги и знания для того что это нужно покупать и делать это первое дальше ломается строй и немножко теряется уже и информация но другими делами люди занимались достроили другую страну и естественно выросло уже сейчас поколение которая ну не знаю мои внуки у меня и слава богу четверо они все понимают что нужно пить витамин другое дело что у родителей но они все сейчас со мной но я уже успела это заложить как бы всем и в общем-то это всегда стоит на столе то что сделали шведы это ноу-хау это очень интересный вариант да хотя американцы и японцы и китайцы все идут в этом направлении это даже не обсуждается это считается определенный уровень культуры человека если он не пьет витамины а вот в отношении вообще отношения к бадам я часто тоже рассказываю что если вы будете устраиваться на работу в японии то заполняя анкету у вас там вы всегда встретите вопрос а как вы относитесь к своему здоровью что вы делаете имея ввиду спорт конечно и принимаете ли вы бады отдельной совершенно графой и вот некоторые наши люди из россии которые боялись что их сочтут там зависимыми или это имеется ввиду подоплека может каких-то наркотических веществ да и там снотво сетативных когда печали нет и нарываясь именно на отказ в приеме на рак да потому что потому что потому что вот хозяин понимал что человек неграмотный он несерьезно относится к своему здоровью он начнет чаще болеть и у него будут большие расходы по страховым полисам ну вот а никто не хочет лишние деньги платить за неграмотность поэтому я думаю надо уже этот перешагнуть этап и понимать что витамины их 13 их 13 водорастворимых и четыре группы жира растворимых витаминов и все они нам нужны и много мы в лекциях своих я всегда об этом говорю и много литературы на эту тему пишем зачем какой витамин для чего нужен и что он всегда является жизненно необходимым витамин вита жизнь это те вещи которые нам нужны для жизни значит для жизни это не вот так вот живу в москве в сочи или в уфе для этой жизни жизни каждой клеточки чтобы эта клеточка как можно позже стала болеть как можно дольше и каждая клеточка через к 3-4 недели 2-3 месяца у нас идет обмен всех клеток организма и эта клетка должна породить полноценную здоровую клетку вот это ладно я культурно присоединили отдельный класс жирных кислот когда уже появилось доказательства в медицине и это пошло по миру что нам необходимы вот эти омеги-3 я надеюсь вы знаете что существует омега-3 омега-6 омега-9 и в аптеках и кто ездит часто за границу видят и уже в наших супермаркетах и аптеках весь полный набор есть композит омега-3-6-9 вместе есть 6 отдельно 9 отдельно есть 3-6 вместе разные совершенно сочетания разные доны шведы в этом плане пошли немножко дальше они просто дали среднюю усредненную самую минимальную дозу пола количество этих жирных кислот именно для того чтобы систематически применяя принимая хотя бы эту минимальную дозу жирных кислот мы себя чуть-чуть профилактируем темпах развития атеросклероз но ведь не секрет что 80 процентов смертей а по многим если как еще посчитать а может быть и все сто процентов люди умирают от сердечно-сосудистой патологии но есть только молодые аварии еще какие-нибудь случаи людей где еще нет атеросклероза в любом случае старение это атеросклероз вот чтобы замедлить атеросклероз чтобы все-таки профилактировать психические нарушения ту же болезнь альцгеймера хотя это тоже очень интересная совершенно такое направление сейчас появились данные про альцгеймера возможно связанные вообще с герпесом а мы практически 90 процентов носим вирус герпеса все особенно кто болел ветряной оспой мы все носители герпеса также как сейчас коронавируса мы все равно все переболеем коронавируса просто чуть-чуть попозже и немножко растянуть мы новый вирус пришел на планету что делать неважно как он пришел кто его создал как он муть он уже сейчас мутирует у китайцев был один коронавирус в италии у другое уже а америка не может справиться там наверно все виды этого коронавируса поэтому у них такая смертность совершенно осложнение очень много этого вируса поэтому здесь в общем то что нам делать нам нужно только себя профилактировать как профилактировать защищать свою клетку и давать ей силы быть как можно дольше здоровой это белки животные растительные это витамины это минералы это омега которая позволяет пищевым веществам пройти через мембрану клетки и дать туда доступ как открыли шлюзы можно плыть по океану в лодке и не потонуть откроем мы с вами окна туда хлынет вода да вот так нужно клетки человеку так не надо клетки так надо чтобы был осмос в клетку а дальше там уже все органы клетки начнут это использовать антиоксидант антиоксидант у нас остались ко всему прочему да я не слежу поняла протяжите а не слежу и ты не следи я не слежу счастливые счастливые не замечают сейчас как выключиться будет жалко но сейчас время сейчас скажу про антиоксидант это тоже не совсем не совсем прям как бы новое это уже тоже существует лет двадцать в медицине априори даже больше потому что антиоксиданты использовались всегда еще моя бабушка говорила жизнь ты заболела выпиваешь аскорбиновые там напитки с скорбинкой и потом мы уже пили там витамин c отдельно и так дальше это тоже сильный антиоксидант но мир идет вперед появляются новые источники природные у шведов появилась эта водоросль интересная история как ее нашли почему-то она не гибла на солнце меняла только свой цвет и ученые заинтересовались стали потом искать что-то такое выделили вещество астаксантин посмотрели что он очень сильно гасит свободные радикалы которые у нас появляются каждый день мы захотели есть у нас свободные радикалы мы с кем-то поссорились свободно ради мы вошли в кайф и получили там оргазмы по разным поводам разные психические физические всякие это тоже стресс мы тоже должны это загасить масса всего в организме происходит когда появляются свободные радикалы с вирусом встретились вот у нас на страже стоит оксидантная система но когда очень много свободных радикалов мы заболеваем антиоксиданты современное слово науки астаксантин есть у шведов они его дают они его изучают они его усиливают черникой они ищут они будут еще наверняка еще скоро появятся еще какие-то новые вещи это современный подход здоровью хотите быть здоровыми вот пять позиций белки животные белки растительные витамины минералы антиоксиданты и омега в составе то что я выпила мотивировала ты меня тут сказала не культурное я даже забыла утром пила я или нет перепугу второй раз выпила ну и что я пью 4 капсулы в день я хочу я пью две пачки вот этого и за двум капсулам омеги всегда добавляю чайную ложку детства да и то что есть детская линия детская линейка от арифлейм шведы очень за своими детьми следят помимо спорта помимо закаливания всегда есть витамины у них на столе и в рационе и всегда есть омега потому что это ментальная способности ребенка мозг развивается до пяти лет дальше он наполняется вот чем он будет наполняться ему все-таки надо создать матрицу на что мы будем писать почему мы знаем что мы должны там в телефоне или там в компьютере записать какие-то программы да без этого не работает компьютер это все у нас его машина мы ему в него пишем программу то же самое в наш мозг но мозгу должны помочь на что это будет писаться на какую пустую клетку она не воспримет эту информацию это вот как-то так вот я хочу чтобы вы задумались немножко вот о том что все не просто так это не бла-бла-бла вот там вот что-то кому-то кто-то не знаю проплатил указал напугал и все давайте все будем рассказывать это на самом деле очень хорошие подходы к здоровью к долголетию к вашему внешнему виду к бизнесу в конце концов я как бы не занимаюсь бизнесом барри флейн да я научный сотрудник и никогда я этому не изменю я какие-то вещи делаю принимаю основное для меня это наука мне это интересно я это изучаю потом ко все концу ну а кто вам расскажет так что дорогие мои давайте может быть вопрос альбина как ты считаешь надо посмотреть на время у тебя есть где-нибудь часы под рукой да нету вот и даже спросить некого кто-нибудь напишите сколько время иначе мы не сможем сохранить эфир напишите пожалуйста московское время сколько сейчас чтобы мы понимали волокна волокна сколько времени я не могу про биотики да вот хороший вопрос их мы забыли с тобой про это но новые новые новых 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 продукт который сейчас этого года пошел это пищевые волокна тоже один из серьезная наработка разработка которую сделала фирма которая предложила очень хорошее сочетание посмотрите там по пищевым волокнам это нужно нужно для чего при биотике это пищевые вещества пищевые волокна так скажем чтобы всем было понятно которые помогают хорошей микрофлоре справиться с плохой первое и второе повлиять на иммунную систему микрофлора должна у нас в кишечнике жить ее у нас очень много вообще это где-то трехлитровую банку мы можем набрать вирусы и микробы которые существуют в организме и есть про биотики это волокна про биотики это микрофлора там типа лактобактерина бифидон бактерина есть сочетание про и про биотиков есть так называемые симбиотики поэтому мир работает в этом направлении раз мир работает в этом направлении значит и нужно даже без научных подходов никто ничего производить в этом плане не будет есть специальные продукты куда добавляются про биотики то есть пищевые волокна в конце концов то что было раньше еще в советском союзе мы назначали пациентам у трубе обязательно как очищающие добавки да сейчас технология появляется можно кстати этими про биотиками очень хорошо работать можно добавлять это в коктейль почему нет они вкуса не имеют если как бы не хочется хотя я сама попробовала там совсем нет никакого вкуса плохого или хорошего добавляйте по чуть-чуть ну и пусть пахнет зачем много капусту в клубнику добавлять или в ваниль да ну если на месте положишь пол чайной ложки ничего не случится ничего не поймешь в конце концов в этот коктейль можно добавить немножко кефира или не сладкого йогурта и ягоды и в общем то создать свой вариант приема самое главное это принять принимать это лучше с едой не надо натощак и отдельное как блюдо не нужно вы будете себя не очень хорошо чувствовать могут быть действительно поносы потому что ну любые волокна это волокна тем более эти волокна они очень хорошо растворимы и они будут работать на тонкую кишку на тонкую там вот куда выделяется поджелудочный сок и желчь поэтому там в общем то все хорошо очень устасывается Ольга Николаевна все-таки у народа есть вопросы это во-первых во-вторых они все просят сохранить эфир чтобы мы с тобой могли сохранить эфир мы должны выйти за рамки часа потому что если он потухнет принудительно то запись не останется у нас с тобой есть порядка пяти минут чтобы завершить эту часть и начать вторую часть эфира я пользуюсь тем что я таки организатор организатор этой встречи все-таки прощаюсь на первой части и хочу объявить что я бы с удовольствием разыграла все о чем мы сегодня говорили одну упаковку супа одну упаковку коктейля ванильного одну упаковку мужского набора витаминов минералов антиоксиданта и омеги-3 одну упаковку женского wellness пэка и одну баночку детские омеги-3 вот эти пять позиций я бы разыграла среди тех кто в течение последних трех дней четверга пятницы и субботы разместят для себя заказ на любую из этих позиций если вы разместите заказ на любой на любой продукт линейки wellness в течение последних трех дней каталога то вы принимаете участие в розыгрыше вот этих пяти позиций мне очень хотелось бы таким образом поощрить ваше ваше рвение к здоровью поддержать что вы вот мало того что приходите на эфир и слушаете что вы впечатляетесь начинаете делать выводы делаете покупки для себя мало того что вы себе купите в семью так я еще вам среди вас разыграю набор из пяти продуктов вот очень хочу чтобы получилось как только разместите заказ пожалуйста присылайте скрины директорам и мы соберем обязательно всю базу тех кто последние три дня купил себе что-то из линейки wellness вы станете участником этого розыгрыша мы завершаем этот эфир я должна тебя научить как его сохранить и выйдем на вопросы ответы на вторую часть эфира выйдем ну давай у меня просто восемь часов уже опять эфир прямой эфир я тут тогда мы с тобой на пол часика выйдем да на вторую часть да да потому что люди просят не могу отказать я считаю что здоровье важнее тот амбиций у меня на армана написано завершить да ты завершаешь эфир подожди после того как ты его завершишь у тебя в левом верхнем углу будет такая стрелочка ты сначала на нее нажимаешь у тебя прогружается весь эфир в твой телефон а потом нажимаешь поделиться эфиром внизу сначала наверху правом верхнем углу завершить. Потом в левом верхнем углу скачать. В левом верхнем углу завершить видео идет. Ну я бы тебя уже не видела в эфире, если бы ты завершила. Если я тебя вижу.